Всем привет! Сегодня с вами снова Сергей из Сибири. И Настя из Мексики. Да, и с вами поговорим очень важную тему про создание личного бренда. И первую эту тему вам раскроет Сергей. Да, что такое личный бренд и зачем вообще он нужен? Откуда у нас такая тема появилась? Давайте начнем, наверное, с этого. Дело в том, что к нам очень часто задают вопрос. Типа, зачем делать свой личный бренд? Зачем делать свое приложение, если есть уже все ресурсы компании? Ну, вот люди, которые сотрудничают с компаниями, но при этом делают свой бизнес, да? Типа, а зачем? Есть же официальная страница компании, там все красиво, все замечательно. Причем маленькое добавление можно? Да. Причем неважно. Это может быть сетевая компания, это может быть компания по недвижимости, это может быть финансовая компания, это может быть абсолютно любой ресурс, неважно какой. То есть может быть в целом какой-то большой инструмент, и есть конкретно вы, есть конкретно ваша клиентская база. Все, я молчу. Да. То есть именно вот в этом случае к нам обращаются с таким вопросом. Ну, для меня этот вопрос считается странным, потому что, ну, ресурс компании – это ресурс компании, а ты же делаешь свой бизнес, ты же делаешь свое дело, у тебя же своя аудитория, свои клиенты. Да, ты их можешь отправить… Твой процент получаешь. Твой процент, вот именно. Ты их можешь отправить на ресурс компании, но… Ситуация в том, что… Хорошо. Например, у компании есть свое приложение. Твои клиенты скачали это приложение и могут покупать у него товары там или услуги. Ну и что? А как от этого выиграл ты? То есть компания-то выиграла, она теперь работает напрямую с твоими клиентами. А ты как от этого выиграл? Ты через это приложение с ними контактировать не можешь. Ты через это приложение им проводить какие-то акции свои, личные, не можешь. Не можешь отправлять им пуш-уведомления свои. Ну, в общем, никаких контактов у тебя не фиксируется, твоя клиентская база. То есть она сфиксировалась у твоей компании, но не у тебя. То есть, а разница в том, что, получается, ты свою базу отдал во владение компании напрямую. Собственно, все, молодец. Очень душевно. Это один момент. А второй момент очень важный, потому что, когда мы с вами говорим о том, что вы собираете свою клиентскую базу, и вы работаете, и ваша работа с годами, она должна копиться, она должна приумножаться, вы должны увеличивать свой ресурс. И это на самом деле важно. И когда мы с вами говорим про ваш персональный ресурс, и не важно, это опять же в соцсети, но очень важно, когда мы с вами говорим про мобильное приложение, а в мобильном приложении вас не могут забанить. Вы ведете его, вы можете сделать там журнал, вы можете делать там и информацию, и обучать ваших клиентов пользоваться вашим продуктом. Это тоже очень важно. И повышает доверие клиента, потому что не все принимают решения сразу. Но бывает так, что мы работаем в одной индустрии, например, в недвижимости, как пример, или в турагентстве, и мы меняем ту фирму, с которой мы сотрудничаем. Да. И очень часто в этот момент мы теряем всю клиентскую базу, все наши наработки. А зачем? Когда можно сделать все то же самое, не теряя клиентской базы. Это же просто. То есть это же простая мысль, она же вот прямо на поверхности находится. Но мы про это очень часто забываем и забываем, я бы так сказала. Хотя мобильное приложение, оно как раз может вам позволить сделать так, чтобы ваша клиентская база никуда не удалялась. Потому что бывает так, что клиент забыл ваше название, ну потому что бывает, что вы называете свои соцсети никнеймом, именем или прозвищем, или еще как-то. Но если он хотя бы раз скачал ваше мобильное приложение, и в Гугле есть такая функция, и у Apple есть такая функция, его приложение становится в список тех приложений, которые вы хотя бы раз скачивали. Это очень важно. И при желании он его в любом абсолютно случае может найти. И здесь встает вопрос, насколько для вас актуально сохранять и приумножать вашу работу с годами. Потому что либо вы каждый раз меняя работу все теряете, начинаете с нуля, очень комфортно, да? Или вы уже каждый раз на шаг вперед, на шаг выше, вы круче, вы уже и у вас и статус, и у вас и подписная база. И клиентская сеть, которая вам доверяет, вы можете поменять продукт, но ваша клиентская сеть может с вами остаться. Это важно. И вот это является ключевым отличием своего собственного ресурса или ресурса чужого. То есть несмотря на то, что это ресурс той же компании, с которой вы сотрудничаете, все равно он не ваш. То есть это все равно то же самое, что, не знаю, вот для меня лично соцсети и вот там страница, аккаунты, которые тебе не принадлежат, то есть они же по факту, ну вроде бы как твои, ты их зарегистрировал, но они принадлежат той соцсети, в которой ты их сделал. То есть они не твои собственные, напоминают мне чем-то квартиры в аренду. Знаете, вот вы снимаете квартиру в аренду, я думаю многие с этим сталкивались, и вдруг приходит собственник и говорит, слушай, а вот приехали мои родственники, надо съезжать отсюда, мне их негде селить. Да, да, да. А твои друзья уже знают эту квартиру, они сюда ходят в гости, то есть как бы все, у тебя квартиры нет. То есть то же самое с мобильными, то есть социальными сетями, и они не ваши, то есть в любой момент, то есть очень много случаев есть, когда просто могут заблокировать по каким-то причинам, я не знаю, могут. Даже, я знаю, есть людей, которые занимаются специально этими делами, то есть если ресурс какой-то мешает, то есть это занимает специальных людей, которые устраивают так, чтобы ресурс блокировался, пишут массовые жалобы или еще что-то. И вы на это никак не влияете. То есть в случае, например, со своим ресурсом, то есть каким-то конкретным, да, то есть будь то собственный сайт или будь то свое приложение, его не заблокируют. Ну, если вы не нарушили, грубо, то есть политику Google, например, туз, да, то есть если вы там терроризмом не занимаетесь на сайте, то его не заблокируют или там приложение. Соответственно, это ваш собственный ресурс, так как ваша собственная квартира, то есть вы им пользуетесь и все, то есть оно ваше, и вас никто отсюда не подвинет. И мало того, то есть все те люди, с которыми вы контактируете, то, о чем говорила Анастасия, они остаются, то есть они знают ваш адрес, вы у них в телефончике, и не важно, что вы там продаете. То есть вы сегодня там продвигаете один продукт, завтра начали, ну, передумали, решили продавать другой. Ну, как бы точка-то уже набита, то есть вам не надо переезжать, и все здорово, база, очень удобно. Поэтому вот это та мысль, которую мы хотели донести, будем рады вопросам, они у вас, наверное, могут появиться. Обязательно нас хвалите под этим роликом, а то мы снова на год уйдем в затишье, мы нас плохо хвалили, все именно поэтому. Да, то есть фигня, что мы не записывали до этого, просто так, да? Но, не важно. Хвалите нас, задавайте вопросы в комментариях, запускайте обсуждения, ведь это важно, потому что если у вас наберется много вопросов, то, соответственно, мы сможем сделать вот это отдельное видео. И на ваши вопросы ответить. Поэтому, ну что, всем до новых встреч, до новых встреч, с вами был Сергей. И Настя. До свидания.